А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexTor. Ссылка в описании. Ну короче наверное приедем сначала сюда. А сейчас у тебя есть 3 секунды чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик. Или фиг его знает. Короче нам нужно проехать все по-быстрому. Проехать лишние километры. Потому что у нас как бы груз уже нужно довозить. А в то же время без груза мы кататься не можем. Потому что у нас нет своего грузовика. На своих денег у нас всего лишь 2 900 гривен. Как бы реально мало. Так что нужно как-то зарабатывать. А сейчас посмотрим что по времени. А по времени час 23 у нас. Не знаю столько мы. Наверное успеем. Так. Тут ничего нет. Заборчик. Отлично. Остановка какая-то. Так. Летим. Ой там что ограничение диска в час было или мне показалось? 77 км в час. Нифига не разогнались. Так. А фары? Фары горят. О. Купы догоняют. Купы догоняют. Хотят меня наверное словить. Интересно будет. Че они виляют? Они именно за мной пытаются ехать. Они именно за мной пытаются ехать. Ну-ка. Давай. Догоняй. Оп. Оп. Сейчас догоним их. Мы ж обычно с кем-то тягаемся. Поэтому нужно... Да блин. Вы издеваетесь что ли? Теперь тормозит. Тина или... Че там за река? Название такое было непонятное. Даже прочитать не смог. Заправочка. Влог. Так. Налево какой-то съезд. Ограничение 70. База. Окей. Туда есть база. А там дворы. Частный север. О. Снова коровы. Коровы в лесу. Интересно. Как их через трассу перегнали? Так. Че там по ментам? Менты снова сзади топят? А нет. Че-то отстают. О. Вот уже. 110. Там, кстати, какой-то населенный пункт был. Мы даже название как-то пропустили. Сейчас менты, наверное, начнут догонять нас. Ой. Куда-то вообще пропали. Походу, слишком далеко уехали. А. Нет. 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 Вон выезжают на обгон. Но мы едем 108. Я не знаю, будут ли они ехать быстрее. Но они вот прям на грани исчезновения. Они реально прям на грани исчезновения. Они что-то влево, вправо, вправо. Очень странно едут. Прям вообще капец. Но они, скорее всего, исчезнут и нас не догонят. Потому что мы едем 112. Это вот прям так нормально мы едем. Да, скорее всего, их уже нет. А может и есть. Непонятно. Нет. Вон снова вылазит на обгон. Все. Исчезли. Исчезли. Теперь их официально нет. Эх. Не повезло ментам. Исчезли. На ровном месте. А могли взять и догнать меня. Они же, наверное, исчезают настолько, что даже если я приторможу, они же не появятся. Правильно? Или это прорисовка просто автомобилей. Так, 90 км осталось ехать и времени осталось час десять. До точки мы-то доехать успеем. Но. Но. Я вот не уверен, что мы еще по городу успели нормально проехать. Потому что думаю, что как минимум зрители из Житомира есть. И не хотели бы увидеть город. И посмотреть на знакомые места. Правильно? Или нет? О, вообще сзади никого нет. Всех обогнали. 120 летим. Да фиг. Новый? Новый. Блин, издалека вообще непонятно, новый он или старый. Снова тачки стоят, отдыхают. Одна за другой просто. 123 км в час. Так, 80 км осталось. И времени на все про все. Час и пять минут. Мне кажется, что мы успеваем. Мне реально кажется, что мы успеем. Хотя нет, смотрите. Было час тридцать. Ну или час двадцать пять. То есть за двадцать минут мы проехали 20 км. Итого. Нам не хватит времени и того. Но если мы заедем в город прямо, то нам времени должно хватить. Короче, я даже не знаю, что нам делать в данной ситуации. Возможно, придется прямо в город заезжать. И потом брать груз, выезжать и что-то там думать. По времени посмотрим. Потому что хочется заработать полтинник. Так, разворот и съезд куда-то направо. Там даже указатель какой-то есть. Довбыш. Тринадцать километров. Закрыто. И что-то фурик тут тупит. Непонятно почему. Мы летим 125 и нас никто не догоняет. Хотя нет, сзади уже отспаунились какие-то новые грузовики. Непонятные. Так, 75 километров. И время один час. Сейчас как раз мы посмотрим, сколько времени нам нужно, чтобы проехать данный отрезок. На 74 будем считать 75, наверное. Но чем выше скорость, тем быстрее приедем. Это логично. А, подожди. Так вот же у нас написано. Че я парюсь-то? Так, осталось сейчас 27. Суббота 11.25. А, то есть смотрите, у нас 25 минут осталось, чтобы доехать. То есть у нас осталось 25 минут, чтобы доехать без штрафа. И хотя мы можем получить штраф по времени, и я не знаю, что из этого получится. Ух ты, че это такое? Там деревья, что ли, нарисованы какие-то? Low field. Low field? Это слабое поле или низкое поле? Или че там такое? Непонятно. Так, 67 километров 55 минут. А, стоп, я тормоз. У нас время прибытия 10.56 светится. Во как. А сейчас у нас 10 часов. Значит, мы успеваем. Значит, мы, черт возьми, успеваем. Вот оно как. А я, блин, сижу, думаю, понять не могу. Да, короче, мы успеваем. Отлично. Раз мы успеваем, значит, очень хорошо. Как раз со Житомир сможем полностью посмотреть. Так, у нас какая-то развязка. Намечается снова 23 градуса. Че у нас там за указатель? Стребиш или стрибиш? Ничего. Ну, там, кстати, остановка есть. Автобусов. И эстакада есть. О, ремонт. Круто. Такая прям там грунтовочка. Прикольно сделана. Так, прямо. Киев. 177. Житомир 38. Блин, по-моему, до Житомира, где-то мы ехали, было вот как раз-таки 155, да, вроде бы, по указателю. Короче, до Киева недалеко. И мне кажется, что... Я не знаю, конечно. Но мне кажется, что в новом обновлении будет, наверное, следующий город Киев. Потому что все прям к нему и идет. Прям туда так трасса растягивается. Так, что-то у нас тут справа какая-то непонятная фигня. По кустам можно покататься. Так, там закрыто. Бабычевка какая-то, или мне показалось. Не знаю, что там было написано. Так, а здесь мы откуда-то выезжаем снова. Выдумка. Выдумка? Выдумка, по-моему, была там. О, наконец-то разворот для нас. А то обычно встречный разворот. 170 км и 32. Едем просто никуда. Нифига не видно. Но, кстати, время мы еще умудряемся минусовать как-то. Время 10.50. 10.52. Прибытие. Ну, как раз там, если 11.30 нам нужно, то мы как раз успеем. 11.25. Мы успеем. 50 км осталось. Но, мне кажется, мы уже скоро в город заедем. Ну, или объездная какая-то будет. Почему? Потому что у нас там вокруг города достаточно такой большой участок дороги. Можно, кстати, в 5 поклацать и понять. Так, там какая-то база справа будет. И, да, вон уже поворот налево. Совсем чуть-чуть до него осталось. Совсем чуть-чуть до него осталось. Еще раз надо нажать. Ну, вот, другое дело. А то я чуть-чуть смотрю, думаю, как-то слишком близко карта так нарисована. Так. Блин, снова не прочитал. Нифига. Стоп, машина. Тихо. Вольцваген. Там куда-то... Ой, нифига у меня скорость. Сюда можно заехать. Но тут, понятно, тут стеночка. Тут по дворам можно прокатиться. Тупик. И... Сюда тоже крестиков у нас нет. Мы можем заехать вот сюда. Чуть-чуть прокатиться и в лес. И вот сюда можем заехать. Во дворы. Такой хлоп. Жига. И Шкода. Так. Поехали дальше. Думал, что можно туда... Ну, как сказать. Туда, по идее, и так можно заехать. Но я думал, что там что-то может быть. Поэтому сразу пролетелся. Да, и вон там тоже дворы открыты. Можно заехать, посмотреть, что там. Сейчас, конечно, разгоняться полдня. Будем до нужной скорости. Может, там уже и копы где-то. Ни копов не видно. А вот копы навстречу. Нифига нормально тут рынок у дороги. Причем тупо прям на трассе. Что, реально? Вот прям на такой трассе с отбойниками. Вот так вот перелазя через отбойник и торгуешь, что ли? Это что-то жесть, по-моему, какая-то. Березовка. Березовка. Так, кто там сзади нас? Есть? Менты нету? По-моему, нет. Но я вижу, буханка начинает догонять нас. Реально, буханка догоняет. Так, направо какая-то база. Возможно, там же населенный пункт какой-то. Березовский гранитный карьер. Блин, надо... Ну, как минимум, надо пролететь. Выглядит название очень интересным. Ох, не хо-хо себе. Блин, круто. Карьер еще и затопленный. Ну, прямо ехать нельзя. Тут у нас заборчик. Но прикольно на самом деле. Так, продолжаем топить. У нас тут пробка образовалась. Давайте всех пропускать. Буханка, интересно, обгонит нас или нет, или будет плестись. Так, Фиат полетел. Кстати, Фиат этого я не видел раньше в игре. Мустанг. Ренушку мы эту видели. Когда проезжали мимо другой ренушки, она там ехала сзади. Ну, ренушка. Да, тоже она сейчас пока разгонится. Смотрите, зеркало точно так же расположено, как у нас. Так, надеюсь, там никто не стоит на трассе. Думаю, сейчас как стукнем кого-то. Ладно, давайте, наверное, так ехать и смотреть. Мы так уже, вон, 5 минут лишних себе накинули. Пока останавливались и летали. Так, Житомир, 15 километров. БЛТ. Так, нам, по-моему, налево или... Крыша в сторону Киева. Объезд нам рисует. Хотя нам, на самом деле, нужно прямо, но мы поедем налево. Мы потом сюда вернемся. Ну, как, кстати, вернемся. Прокатимся в эту сторону. И Винница. Винница. Налево. Что-то я подзадумался. По-моему, Винница немножко в другом месте. Или там рядом где-то она. Просто я как бы примерно помню, где Винница. Я понимаю, где Киев. Житомир, черт его знает, где он находится. Я хочу понять, оно реально по пути, Винница, что налево было нарисовано или нет. Или оно нифига не по пути. Я сейчас чекну по карте, наверное. Но все равно съездов пока что никаких нет. Ну-ка. Винница. Букинг сразу предлагает. Так. Сейчас отдалим карту немножко. Ну, как бы да. Винница ниже Житомира, поэтому я удивился, что типа нам налево куда-то. Тут от Хмельницкого ближе. Кстати, Хмельницкий есть у нас на карте или нет? Шепетовка есть. А, Шепетовка вообще. Ага. У Хмельницкого, значит, у нас нет. До Винницы тоже нормально будет ехать. Ну, и учитывая, где Тернополь. Вот, короче, учитывая, где Тернополь. Где ровно. Где Шепетовка. Хмельницкий как раз у нас будет вот здесь. Где-то. Где-то вот здесь будет Хмельницкий у нас. Вот в этой части. А Винница. Вот если у нас здесь Хмельницкий и Житомир там, Винница будет где-то здесь. Приличное, на самом деле, расстояние. Но она, на самом деле, чуть ближе, чем от ровно до Житомира. Но это уже достаточно большой участок. Нужно будет проехать, чтобы до нее добраться. А, ну хотя, знаете как. На самом деле, логично. Логично, что указатель показывает налево. Чисто, чтобы мы поехали по объездной. Не все. По объездной окружу Житомира. И там где-то свалить в сторону Винницы. Наверное, так. Скорее всего, сделано. Ну а, мы снова разогнались нормально. 112 км в час. Купов сзади не наблюдается. Но зато едет два дафа. Один оранжевый, один красный. Вот снова встреча новый даф. Блин, почему-то нам только желтые дафы новые попадаются. Другого цвета почему-то нет. Будто на распродаже на какой-то купили. Ну тут прям объездная-объездная я вижу. Ух ты. А, нет. Думал, отбойник очень низкий. Ну, справа выше, да? Да, справа выше, слева ниже отбойник. На самом деле, нужно еще, наверное, ниже делать. Для мотоциклистов. Потому что, мне кажется, если мотоциклист будет лететь в этот отбойник за цепь, то ему просто руки-ноги поотрывает. Вот если делать их пониже, ну прям до пола, то вот как раз таки будет для мотоциклистов отбойник безопасный. Если будет падать. Жидомер направо. Но у нас крестики, поэтому мы туда поехать не можем. Чего у нас налево? Да черт его знает, какая-нибудь деревня там будет. Хотя развязка достаточно большая. А, коростынь. А, ну это может и назад. Короче, не знаю, что там. На этом надо посмотреть. Да, коростынь. Винница прямо? Ого, нифига там обрыв какой-то у нас. Нифига там обрывище. Винница прямо. Хм. Хм. Ну, по-любому должна быть трасса какая-то типа вниз. В сторону Винницы. Учитывая, сколько мы проезжаем, тут, наверное, сейчас окажется до Киева уже близко. Километров, наверное. Сколько мы видели? 155 было. Ну, наверное, километров 100, учитывая, сколько мы проехали. Или 120. Так, что-то у нас прям поворот намечает. Какая-то конкретная. Отличный Жак выехал на обгон. Куда он прется, непонятно. Ой. Ой-ой-ой. Не задену никого нет. Так, у нас тут развязка как бы, и надо понять, куда нам ехать. А, ну то есть развязка прям вообще, дальше ничего нет. Хотя, как сказать, дальше может что-то и есть. Просто, возможно, на карте не, не этот, не сделано. Короче, мы сейчас проедем, а потом слетаем сюда-обратно. Для экономии времени. Посмотрим, что тут, куда тут, и так далее. Ну, там видно, что недалеко куда-то. И на знаке посмотрим, что они там указывают, какие города. Киев прямо. Винница направо. Да, в принципе, как я предполагал, Винница туда, куда-то вниз. То есть чисто объезд, чтобы мы по городу не ехали в сторону Винницы. Именно, чтобы по объездной прокатились. Красный свет, светофоры. Там база у нас. По-моему, там было и Века написано, или мне показалось. Так, кто знает этот въезд? Частный сектор какой-то. Ох, нифига, фрезануло. Слева эпицентр. Эпицентр. Но тут даже смысла нет заезжать, потому что там мало что есть. Так, мостик, скорее всего, наджеджедо-дорогой какой-нибудь. Да. И вот прям шарю. ЖД-переезд. Там, судя по всему, ЖД-вокзал. И дорога направо. Борьбичи в 46, Новгород-Волынск, Винница в 8. Нам налево. Это какой-то универмаг. Желтая заправка. Черт его знает, что за название. Но желтая, по-моему, Кло. Есть заправка, да? Могу ошибаться. Гаражный кооператив. Слева... ХЗ. Производственное помещение, наверное, какие-то. Так, Воговская заправочка. Слева снова непонятно что. Тоже какие-то заводики. Рено автосалон. Автосалон Ниссан. В котором стоял, по-моему, не Ниссан. Так, это что такое? Черт его знает. Ну, продажа каких-то тракторов. Метро. О, нифига, метро есть даже. Нам, кстати, в метро нужно ехать. В метро везем трактор. Прикольно. Труба, судя по всему, котельная какой-то. О, первая высотка. Наверное, первая единственная высотка в городе здесь. Так, налево широкая дорога, типа как проспектик какой-то. Да и мы тоже идем по какому-то проспекту, или я не знаю, что это. О, опка, заправка. Давно уже не было их. Убер даже. Мотель. Так, вон еще заправка. Капец, заправок. Реклама КамАЗа. Она тоже ВОК, скорее всего. Ну, якисный фитнес на Почельску. Ммм, ну вот высотки. Смотрите, тут уже прям нормально такие. Наверное, 16-этажки стоят. Тоже такая прям центральная дорога через город. Куча рекламы. Дворы. Нам рисуют сырые 2 км обратно ехать. Но это тоже, скорее всего, просто выезд. Тут конечко маршруток, судя по всему. Отель какой-то на выезде. Брать КамАЗа. О, нифига, туда нужно будет залететь. Потому что туда можно было заехать, судя по всему. Ну и дальше, мне кажется, трасса прям до Талова будет. Кстати, 11.23. Ладно, полетели. Полетели, пролетимся эту трассу. Потому что 11.23 как бы. И мы реально можем не успеть. У нас, по-моему, осталось там минут 5. Въезд в город. Частный сектор. Чоп. Киев. Ну, это развязка наша. Так, погнали обратно. Куда я там хотел налево залететь? Сюда, что ли? Никто не забыл, ничто не забыто. 1941 год. Так, погнали обратно по карте. Вот сюда я хотел посмотреть. Ага, здесь тупичок, но какой-то... Ух ты. А, заправка. Я что-то другое подумал. Так, развязку я хотел посмотреть. Развязка. Так, вот тут знаки я, по-моему, где-то не смотрел. Ага, понятно. Так, ну прямо сюда, в сторону Винницы так же. Дороги пока что нет. И сюда, в сторону Киева. Она, конечно же, тоже будет доделываться. Но, в принципе, все. Теперь можно в сторону метро двигать. Но, по-моему, мы уже опаздываем. По-моему, мы опаздываем. Чтоб добраться в метро. А где разгружать нужно? А, понял. Ох, нифига себе. Еще и запарковаться нужно. Нормально? Подходит? Так, ну, надеюсь, заберут. Превосходно. Че, мы успели, что ли? По-моему, там с опозданием должно быть. Хм, опоздания нет. Странно, но меня устраивает. У нас, наконец-то, бабки пошли в плюс. Ну, грузовик, конечно же, мы купить не можем. Ну, что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Но с вами был Алекс. И всем пока-пока.